Когда я увидела вещи в этом чемодане, я подумала, что это для маленького ребенка. На самом деле, все для этой куклы. Здесь есть шапочки, курточки и даже плащ. Эту одежду Левтина Максимовна шила сама. Это ее хобби. Когда появится внучка, женщина подарит свою любимую куклу ей. А пока любуется сама, вспоминая свое детство, в котором игрушек не было. Жила бедно, у меня своих-то игрушек не было. И вот когда женщина видала, что она несет вот эти куклы, я спросила, вы куда ее несете? Она мне не нужна, я ее выкидываю. Я говорю, если не жалко вам, дайте мне. Она голой совершенно была. Вот я на нее твой скишила, платье сшила. В руках Левтина Максимовна старые вещи обретает вторую жизнь. Свитер превратится в коврик, а футболка в одежде для игрушки. Сейчас она собирает очередную композицию. Будет примерно как эта. Рукодельница еще и крючком вяжет. В общем, мастерица на все руки. Есть журналы. А некоторые штуки, вот лично, вот это вот, это из моей головы. Просто вот начала кружок, потом сделала эти вот. Не знаю, я говорю, когда сидишь делаешь, вот что-то придумаешь. В среднем на одну подделку женщины уходят около недели. Некоторые работы дарят своим знакомым. Что-то оставляют себе. Как говорит женщина, заниматься таким делом могут все. Все, что для этого нужно, желание и хорошее настроение. Алина Пантелеева, Евгений Лазаев, Новости НТР.